Вот Екатерина мне пишет Возможно ли консультация по поводу посадки молодых саммитов Это значит ничего она пока не знает В этом году переехали в деревню и купили около 10 саженцев различных плодов Бедные, бедные Постоянное место для них не определили И пока посадили вдоль забора для защиты от ветра Вдоль забора защита есть, нужно там и оставить Раз там есть защита от ветра Ну нельзя же так-то просадить, пересадить, калеку еще раз Это представляете из вечной корни Корни отрасли снова Ну что такое Но посадили до того, как изучили вашу книгу За книгу спасибо Саженцы посажены вровень с землей Повень корни шейки Ладно Сейчас я понимаю, что сажать нужно на холм Подскажите, пожалуйста, когда лучше пересадить правильно Весной или после листопада Как еще можно защитить от ворона саженцев, кроме использования укровных материалов Защитить кроме укровных В прошлом году температура опускалась ниже, 50 тонн скровность Вот Или может на эти вопросы вебинаре ответить Я подала заявку на участие Легоньки вы мне вопрос задали Минус 50 Еще, конечно, интересует тема формирования кроны Целесообразно ли сделать кроны в виде чашек или кустовой Или дать растениям самим разобраться Начну со второго Смотрите Когда чаши подразумеваются Это значит, что дерево растет Ну, наверное Это вот свежее было Я не мог подготовить фотографии Мне еще и другие делаются Вот форма елки Она считается стандартной для вкусов этих самых Для плодовых растений Форма елки, форма сосны Как бы классическая Вот такая вот Да, делают чашу Селедку вырезают Игру Вот пусть туда попадает Это самое Солнце Вместо солнца сюда попадает Искоречное дерево А дальше Сколько ужасов я уже С этим связал Начиная с того, что Теперь дерево больное Неважностойкое Вот Теперь переходит на выживание Если даст урожай, то короткий век Но Чашу исключаем Оставляем А кустовидную форму нет Почему? У вас минус 50 Хотите, не хотите Но кустовую форму Вы делали Делается это Настолько элементарно Просто первый год Вот эти саженцы Если все-таки пересадите Это вам решать Вот так Тем более вровень с землей А какие Самое интересное что Вот выше Мы рассказываем Итак Не боятся Вишни Слива Яблони Их И даже Если их не пересаживать Оставите на холлах А на ровном месте Так Ну где-то воду отвезти Немножко Там с помощью Канапки Например Вот Тогда можно Их оставить Но мы же не знаем О чем речь А вот Абрикос А и кстати Крону Чик Вот пусть год прожили Так У вас мороз Вам нужно Чтобы деревья Прижимали к земле Ну вот Теперь придет весна Сколько движений Вы отрежете Где как Сколько Сказать не могу Ну например Хотя бы одну треть Раз они прижились Если весна Они будут живы Одну треть Отрежете По высоте Только центральный проводник Больше никакие И У него по неволе Получается Где-то Чаша Ну не искусственная чаша Когда вот так вот Знаете Вы понимаете Как чаша делает Вот так вот Как парикмахер Глупость А здесь только Отреживали Стральный проводник И дальше Он начинает Распластываться Под землей Вы же знаете Есть укрывные Формы яблони Не бояться Снега мокрого Поэтому У вас получится Полуукровная Часть Благодаря Тому что Вот центральный проводник Отрежен Расползется Вот так Можно даже Где-то Уже специально Придавить Я против Допустим Распластывание По принципу Сделаем Вот Такого Вот такой И вот Начнет плодоносить Раньше Начнет Или Больше Начнет Я против Этого Придет Время Он И без Ваза Плодоносит Без Ваших Этих Но Здесь Речь идет Об укрывании Вот тут Можно Вот так Вот Его еще И Сделать Чтобы Побольше Веток Огадалась Под землей Это Касается Абрикоса Слива Вишни К сожалению Не переносят Снег Ни Круша Ни Абрикос А Первое Че Сказал Вишня Слива Яблони А Абрикос И Груша Не переносят Укрывать Их Бесполезно И все Таки Я всегда Против Высоких Этих Саженцев Почему Ладно Там дожить До плодошения У меня Знаете Как Нарядная Эфимова Она Оказалась На высоте Ни с какой Серьменки Ни с каким Этим Плодесельником Не достать Я Свободный Полет Мне надо Было Идеальное Дерево Показать Возможности Сибири Возможности Новой Агротехники И вот Там Вот так Смотрю И они Падают И разбиваются И у меня Сейчас Внизу Лежат Сотни Если Тысячи Плодок Красивых Ярких Вот Но Уже Подкалечены И вот Конечно Думать Про это Рано Про будущее Урожай Там Огромный А Будем Думать О другом Пускай Еще Не кто Ветер Вы же Сами Видите Садили Прятали От ветра Под забором Значит Ветер У вас Есть Все Таки Не Укрывая Под снег Не делая Искусственный Штамп Уж Как Есть Как Есть Но Все Таки Угнетать Не давать Расти Вверх И Так же Чтобы Распласт Чтобы Все Таки Основная Часть Ветра Проносилась Над Ниной Вот Получается Пока Общее Понятие А там У вас Книга Дочитайте Книгу Все Будет Теперь Когда Пересадить Весной Или После Вестопада Вот Когда Например А тут Еще А тут В принципе Поговорили Вот смотрите Вот это Вот саженец Кто это Стоит Я Или Сергей В общем А нет Это Наш Саженец Наш Подчеркиваю Это Я взял Не глядя Это Маджурский Абрикос В чужом Саду Мне Представляли Фотографию И все Гордно Демонстрируют Какая Корневая Шея Шейка Шейка У моего Маджурского Абрикоса Спасибо Ему За одним Рассмотрели Да Молодец Почти Целый Вот так Выйдет Корни А вот так Выйдет Посадка Это уже В моем Саду Это я Жордаль Пересаживал И Сделал Фотографию В начале Зимы То есть Я не боюсь Пересаживать До самой Зимы Почему Потому что У меня Практически Всегда Такие Корни Я сам Себя Сажаю Я Аккуратно Обкопаю Я ставлю Лопату У меня Специальные Фотографии Знаете Как Сажение Стоит Когда Плоскость Лопаты Не так Что Рубит Корни А плоскость Лопаты Вот Поймете Вот Там А вот Плоскость Лопаты И они Стоят Вот так Вот Раз И когда Обкапываешь Корни Поднимаются Учились Проходили Ну Для Новичка Пригодится Дальше Получается Так Если Крани Достаточно Сильнейшая Обрезка Вот Это Есть То Самое Вот Теперь Саженец Но Абрикос Все Попервер Он Сейчас Под Потолок Хотя Прошло Немножко Три Года И Вот Я Показываю Пример Груша Соплевает Навсегда Забудьте Слово Мульчирование Штамба Это Все Подряд Иду Себя Раз Видите Иду Сфотографируем Вы Видите Это Моя Груша Посмотрите Как Бьет Вот Это Посмотрите А Вот Это Посадка На Home По Железу Почему Я Показываю Нормальную Ю Кстати Старой Фотографии Рано На Концо Что Это Меня Смущает А Вот Видите Рано На Концо Это Старая Фотография Я Еще Только Новую Веру Переходил Теперь Вас Переваню Новую Вот Кстати Видите Уже Ветку Не трогаю Эта ветка Будет Кормить Корни Об этом Не знает Никто Кроме Нас С вами Вот вам Интеллектуальный Сайт Как Говорю Покойный Ныне Платинков Юрия Алексеевич Вот Интеллект Только Мы Знаем Что Эта Ветка Кормит Корни Больше Никто На всей Планете Даже Горди С этим Можно Сейчас Минуточку Клуб Поржей Так Так Пойдем дальше вот скажите пожалуйста и вот понимаете в литературе очень много много этих бесконечных споров одни только осенью, я не шучу таких очень много другие, только весной ответ Железова если вот с такими корнями если вот так как я сажаю а еще, вы знаете это был снимок сделан для телевидения приезжает ко мне эта дама и приезжает телевидник и это есть прямо в телевизионном фильме то есть я позирую, показываю потом она подержите секатор это самое ну человек который приехал за Савицей я демонстрирую посадку по Железу ничего тут хитрого нет только сразу заращиваю видите, сразу чтобы вот эти и и потом отберу у нее этот секатор так и на одну треть отрежу все ветки я не буду оставлять одну а просто центральная будет отрезана на одну треть а боковая будет отрезана на половину и это будет две нижние скелетные ветки и урожай видели и все в порядке и вот в таком только случае нет разницы весной или осенью а когда вы уважаемая когда вы уважаемая Экатерина Томска купите саженцы на рынке только весной почему хотя весной тоже обидно что привозят их поздно как правило в мае а в Томске лето еще короче чем у меня тут и так предел какой-то у меня сколько несколько раз в зиму уходили прям не сбросив ни одного листика зеленым листиком конечно опасно а вы же говорите когда вы меня спросили когда садить весной или осенью отвечаю для вас для саженцев которые вызывают подозрение что у нее все у вас да когда-то будут плодоносить только весна с сильнейшей обрезкой после хорошего выбора когда они будут красиво красиво у меня осталось буквально пять минут я не могу забыть это не меньше двух раз расскажу еще расскажу телевидение наше республиканское сидит дама которая представляет то ли сельхознадзор то ли потребнадзор то ли санитарный надзор еще есть надзоры какие-то о сколько у нас бездельника я не шучу и она и задала вопрос ведущая это все вот жаль мне было тогда в голову не приходилось фотографировать то есть снять прям с экрана скажите пожалуйста как нам выбрать два вопроса первое почему вы разрешаете эти санцы в Узбекистан ответы я не имею мы не имеем права запретить то есть бездельники чисто стопроцентные привозят а без документов они имеют право запретить они просто откупаются как я понимаю и все а второй вопрос был хитрее как отличить наши а наши тоже по секрету ни хрена ни у кого нет ни сертификатов ни справа никого ничего нет ну так ответы как отличить наши хотя по крайней мере они замерзнут а вот выходите по рынку этот ответ тоже когда-то войдет в мои учебники обязательно потому что обязательно будет учебник будет может быть первая глава книги может целая книга будет называться история сибирского садоводства на историю российского садоводства я не могу замахнуться но на сибирское могу и там ее ответ если саженец кориновенький плохонький то берите это наш а если красивый хороший мощный такой красивый то не берите это с юга вот и все ну а какие саженцы уже ли вы видели вот она не видела а наши действительно даже мои эти коллеги как раз несколько человек продолжают торговать у одних великолепный саженцы у других такая дрянь а что люди понимают так мое время истекло о чем я хотел еще поговорить вот а я закончил у меня осталось 4 минуты а вот эту фотографию я называю посадкой одновременно прикоп то есть он был посажен на постоянное место значит уже ну перед самой зимой это правило такое чтобы не гнило прикоп страшная ошибка я не раз рассказывал не ошибка а страшно опасный прием поэтому вертикальный как минимальное гниение в случае когда длинное место зимы возвращается длинная дождливая осень и все что прикоп она гниет а у меня не гниет а весной оттает очень рано этот холм и тогда постепенно 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 ручками 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 до все равно холм останется но он будет пологий уже вот такой осаженец растет с первым лучами солнца а на рынок вы пойдете я еще как есть хороший совет заранее приготовьте место посадочным и вы можете с осени приготовить такое место ну придет весна и только майские праздники к вам привезутся а до зимы остается считанный месяц вот в мае посадили и тогда получается давайте садить осень но тогда вот таким способом понимаете ну это массовая посадка вот я только сейчас сказал для безопасности садите весной вот когда сам себе пересаживаешь да можно вот так посадить можно заранее все приготовить и с первым лучами солнца только оттаяла земля вы выкапываете саженец потому что на рынке он еще месяц может не появится или вот и на осень посадили бы вот еще даже немножко с последними листиками вот видите листики валяются вот они вот посажены на холм нет не то слово посажены на склон небольшой ну может быть 5-9 градусов есть и чем она хорошо скопана лопатой так лопатой полностью лопатой земля пухлая на штык лопаты потом садится садится а рядом топчем 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 и невольно получается гряда согласны специально не делали невольно а потом и добавляем склон пусть это коллективный холм склон это тоже как холм правильно добавляем еще эти 10 градусов и все ни одного случая гибели мазурского абрикоса а это считается самая нежная овощина выпривания самая нежная овощина нет все